До открытия конференции в холле Громадско-культурного центра разместилась экспозиция цикавых методичных распроцовок, сярод презентованных проектов, дистанционная подрыхтовка до тестирования, навучальные гульни, виртуальные экскурсии по дороже по родным краям. Авторы проекта у наставники практики, а главный мотив — выкористание информационных технологий в адекционном процессе. Бо всё, что связано с компьютером и интернетом, сучасному школьнику близко и зрозумело. Задача наставника — накеровать этот интерес уречащего своего предмета и при этом не отстать самому. Так лечится наставник-математик, под керовницей которого областная команда стала лепшейся роды регионов на республиканской предметной олимпиаде. Самому себя приходится вкладывать много, потому что за своими учениками приходится иногда их догонять, расти, для того, чтобы просто не выглядеть в их лице некомпетентным человеком. Поэтому самообразование огромное. Дополнительная литература, видеокурсы. Дальше Гомельская область не первый год лидирует на республиканской олимпиаде и займает другое место по выниках централизованного тестирования. Кроме того, у двоя повеличилась колькость абитурієнтов, которые отримали сертификаты с максимальной отзнакой 100 баллов. Когда в минулом годе их было всего 15, у этого уже 35. В Гомельской области уровень образования учителей самый высокий по республике. Вам есть чем гордиться. И мы видим, какие здесь хорошие результаты. Начиная от того, хотя бы, как ваши ребята, представители ваши, какие результаты показывают на международном уровне. Это связано прежде всего с теми, кто работает, начиная от детского сада и заканчивая университетами. Старшиня Гомельска Габбл Ваканкаму Владимир Дворник у своим завороте закану актуальные проблемы и позначил головные приоритеты в новом научальном годе. Среди их повышения у зровня якости эдукации, особливо у сельских школах. Притягнение додатковых сродков для умыцевания материальной базы. Праца с недобранадейными семьями и иншие задачи. На тех, кто уже отримал поспех у их выполнения, ушановили под аплодисменты коллег. Дарочи сироту знагородженных, начальник управления эдукации Гомельска Габбл Ваканкамы Сергей Порошин. Зашмотгадовую добросумленную працу ему уручена грамота Совета Министров. Руслан Полясковский, Максим Савин, Дмитрий Родянко, Телерадио, компания Гомель.